мы с вами обсудили по поводу субпитериальных трансплантатов я не буду о них разговаривать я забором субпитериальных трансплантатов не занимаюсь 10 лет я могу сказать потому что все варианты которых я забирала забирала их очень много они в общем либо плохо выживают либо не дают желаемого результата но и самое неприятное после операционный процесс якобы вот этого закрытого кармана окна да на небе на самом деле происходит намного хуже чем просто открытым доступом мы делаем забор поэтому 10 лет я уже не мучаю себя забором ну и если кто-то брал субпитериальный трансплантат он знает насколько это трудоемкий процесс потому что забор свободного дисневого трансплантата вместе с сушиванием донорской зоны занимает 4 минуты ровно еще минуту и водопитализация но мы сегодня завтра потренируемся и у всех будет 4 минуты почему смеетесь я вам всем обещаю будет 4 минуты там просто надо не попадать из алгоритма знаете как есть такое понятие музыкального ритма когда ты в голове вот это раз и два и считаешь и и когда вы делаете забор я вам всем дам такой какой то есть модное слово но это в общем совет на самом деле посчитайте попробуйте про себя просто вот этот ритм и вы поймете что вы работать начинаете в два раза быстрее но качество вас от этого никогда не пострадает это мы с вами уже обсудили естественно применение все это понятно навести было пластиках я остановлюсь чуть более подробно тут на последнем курсе обучающим у меня возникли у курсантов вопросы мы не смогли разобрать к сожалению я поэтому хотела бы с вами я освещу немножко этот вопрос потому что на сегодняшний день в литературе в практикумах и во всяких доступах транслируется очень много методов и мне создалось впечатление что у слушателей образовалась некоторая манная каша поэтому вопросы в голове им хотелось бы внести полную ясность в этот вопрос особенности фиксации свободного десневого трансплантата деэпитализированные он или нет будет ли здесь особенность фиксации как вы думаете чтобы вы начали просыпаться все пожалуйста да да очень важно и замечательно да 60 много слов через что мы будем что чтобы хорошей Но тут самая цель не шить много через трансплантат, то есть вы его можете с двух сторон зафиксировать, а все остальное, действительно, вот доктор очень был прав, по поводу должен быть в швах, мы всегда, особенности, в чем элемент прижатия у нас существует. Вы его не пережмете, но я никогда не видела, чтобы можно было как-то пережать трансплантат швами, но я не видела таких работ, может быть, как-то ногами, если затягивать эти узлы, но вы никогда не пережмете, потому что вы помните, вы сделали натяжение нити, завязали, отрезали, что происходит там на третий день? Отек, максимальный хирургический отек на третий день у вас произошел, ваши нитки еще поднапряглись. То есть его не надо, да, он должен быть плотно прижат, но перетягивать вот так, чтобы он кверх тормашками у вас поднимался тоже не надо, но это, чтобы не произошло какое-то перевирание моих слов, да чтобы никто не говорил, что я сказала, что его надо вот так вот затянуть прямо. Нет, вы его хорошими прижимающими швами, на отеке он даст тот результат, который вы на самом деле и подразумевали, потому что именно на третий день будет пик образования всех сосудистых структур. Именно вот эти клетки отека, они запустят все это вперед. То, что есть отек у пациента, даже когда он хороший, это даже нам лучше, с руки больше, для нас лучший вариант именно для регенерации, потому что эти клетки отека, они запускают все регенерационные процессы, в том числе и прикосные пластики, между прочим, тоже. Ну, это мы не касаемся, но вообще так. Лучше лучше не колоть их санкологи. Нет, лучше вообще ничего не колоть. Да, ну я на самом деле фармакоподдержку потом освещу. Есть европейская, да, обязательно, он не к протоколу, и если доктор не назначит то, что положено по протоколу после подобных вмешательств, его лишат лицензии в Европе, так? У них единая больничная база, все эти препараты он выписывает в компьютере, и пациент идет, выкупает в конкретную аптеку или больницу. У нас, к счастью, пока нету такого протокола, я думаю, что скоро уже будет. Вот, и мы не назначаем после пластических мероприятий ни антибиотики, ни, тем более, глюкокортикостероиды, да, которые... Они их назначают для того, чтобы убрать элементы оттелка и как бы будущего воссталения, как они считают. Ну, то есть это не совсем до конца, мне кажется, понимание все-таки процесса регенерации. Значит, про швы мы с вами обсудили проистончение краев свободного деснилового транспланта для оптимальной адаптации. Например, мы делаем вестибулопластику в той зоне, в которой она нам нужна, опекально смещенный лоскут, фиксация свободного деснилового трансплантата. Все делали, все, да, знают, достаточно сложно, бывает, что где-то поверхность корней, она проецируется или уже выступает, или еще какой-то особенности принимающего ложа, и если вы забрали в толстом биотипе хороший такой толстый трансплантат, его края очень сложно адаптируются в такое принимающее ложе. Самое простое, это по периметру свободного деснилового трансплантата сделать депитализацию. От того, что она покроется там в течение 3-4 дней фибринозным налетом, никто не умрет, пациенту надо обязательно объяснить, что у него не гной по краям раны хирургические, а что так должно быть, чтобы он не пугался. Этого достаточно. Через 5 дней это все отвалится, и у вас будет, в общем, красивая ложе. Отсутствие вот таких исконченных краев еще дает рубцы по опекальному краю, там, где трансплантат, фиксируется вместе с опекально смещенным лоскутом. Поэтому тоже уделяйте просто этому внимание, этого ничего вам не стоит, это минута в течение операционной самой операции. Заборы, ушивание мы с вами обсудили, на самом деле ничего сложного в этом тоже нет, вы все это знаете, умеете и делаете. Ну и по преимуществу синхронотканного десневого трансплантата с последующей депитализацией мы тоже поговорили, что самое главное, конечно, депитализация происходит вне полости рта. Я, ну не знаю, много слышала всяких положительных отзывов о применении субопекалиального трансплантата. Но ни один хирург, даже на биологической модели, ни один, не смог мне показать ровный отрепарированный трансплантат. Он весь в зазубренных, в зенозах. То есть вот это вот, чтобы одним движением, а как вот человек делает все это в полости рта, когда у пациента есть открывание рта, да, определенное, индивидуальное, когда есть всякие особенности, слюна, кровь. Это вообще для меня некоторая загадка, как показывают вот эти вот идеальные субопекалиальные трансплантаты, прям как будто они каким-то макатомом их забирали. Я считаю, что это неправда. За все годы я не смогла ни разу забрать такой субопекалиальный трансплантат, чтобы он был идеальный. Он все равно везде неровный. И где-то ты все-таки сосудистую руку пересекаешь. В общем, игра не стоит свечи. Конечно, качественно депитализировать его вы можете только вне полости рта, на шпаке или стекле предметном, или на том, чем вам удобно это делать. Когда вы депитализируете свободный десневый трансплантат, я сразу оговорюсь, его очень удобно держать с моченным марлевым тампоном и с раствором. Не держите его металлическими пинцетами или металлическими какими-то инструментами, потому что вы его начинаете травмировать в этот момент. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok